Друзья, всем привет! Это третья серия видео о строительстве утепленной шведской плиты своими руками. В предыдущих двух видео я рассказывал о подготовке основания, которую сделал еще в прошлом году. Теперь, когда есть плотное основание с дренажом по периметру, можно продолжать. На стадии подготовки, еще до отсыпки подушки под УШП, нужно позаботиться о вводе воды в баню или дом. Сделать это после заливки плиты, мягко говоря, проблематично. Водоснабжение может быть разным. В моем случае, рядом с будущим зданием, есть колодец, с которого я и планирую водоснабжаться. Для этого, пока я не начал дальнейшее строительство, нужно заложить гильзу от котельной до колодца. Нашел место будущего ввода воды, отмерив нужные расстояния от будущих стен, и прокопал траншею до колодца. Вообще, воду закладывают ниже глубины промерзания. Но в моем случае, нужно врезаться в колодец выше максимального уровня воды в нем. И я решил утеплить магистраль и не закапывать ее глубоко. В колодце сделал отверстие под 110 трубу. Для этого просверлил перфоратором множество отверстий по отмеченному кругу, а затем выдолбил все, что между этими отверстиями. Купил 9 метров наружной канализационной трубы 110 мм диаметра, которая и будет гильзой водопровода. То есть в этой трубе я впоследствии проведу ПНД трубу 32 диаметра, по которой уже будет подаваться вода. Трубу взял дешевую в строительном магазине. Для гильзы, на мой взгляд, вполне достаточно. Для стыковки канализационных труб заранее купил специальную смазку. Без нее вставить одну трубу в другую, то еще занятие. Брал я эту смазку, конечно, не для гильзы. Это для укладки канализации под УШП, но здесь она понадобилась раньше. Для поворота из котельной использовал два отвода по 45 градусов. Так получается плавнее, чем один под 90. А значит запустить потом туда ПНД трубу будет проще. После того, как уложил трубу ровно и проверил местоположение выхода, засыпал трубу песком. А потом пролил хорошенько все водой. Проливка водой здесь будет и для уплотнения песка вокруг трубы, и для его равномерного распределения. Чтобы все пустоты вокруг трубы были плотно засыпаны песком. И труба лежала там надежно. Теперь осталось утеплить это дело. Утеплял трубу экструзионным пенополистиролом, укладывая его прям сверху этой гильзы. Утепление сделал до будущей утепленной отмостки УШП. Так, чтобы эти два утепления впоследствии состыковать. И труба была полностью утеплена от котельной до колодца. Сверху экструзию засыпал песком. И позже еще раз пролил все водой вместе с дочкой. Все. Гильза для водопровода готова. Теперь после строительства УШП, тогда, когда дойдет до этого дела, будет возможность протянуть в ней ПНД трубу с электрокабелем для насоса. В следующем видео расскажу о заземлении, которое я сделал под будущей утепленной плитой. А на сегодня все. Всем пока.